Всем привет! Меня зовут Юлия Гензина. Вы смотрите мой канал, который посвящен интерьерному вязанию. Но сегодня мы с вами вязать не будем. Я хочу вам показать, как я рисую схемы для мозаичного вязания крючком. Тут надо сразу объяснить, что, конечно, существуют специальные программы, специальные графические редакторы, с помощью которых можно в удобном формате рисовать какие угодно схемы. Есть программы для рисования схем для вышивки, есть программы для жаккарда, есть вообще профессиональные графические редакторы, где можно пиксельные рисунки рисовать. В этих программах богатые инструментарии. Единственное, что нужно в них вникнуть, научиться, какие-то платные, какие-то бесплатные. В общем, потратить некоторое время, и тогда процесс рисования схем, конечно, будет занимать гораздо меньше времени, он будет проще, и возможностей у вас будет гораздо больше. Я, честно говоря, застопорилась на начальном этапе. Я использую для рисования программ Excel. Excel – это программа для работы с таблицами, я ее для себя адаптировала под схемы. Я взяла там самый простой инструментарий, и там и сижу. И, в общем, к сожалению, так и не приступила к изучению профессиональных графических редакторов. Если вы находитесь в начальной ступени, как и я, то вам может быть полезно то, что я сейчас вам покажу, потому что это очень простой инструмент, который позволит вам рисовать схемы. Единственное, что вы будете это делать, как и я, нудно, долго, но очень интересно. Итак, давайте я вам покажу, как я это делаю. Вот у меня на левом экране открыта классическая таблица Excel. Справа у меня здесь подготовлен небольшой рисунок, вышивка, как вы видите. Я вам просто на этом примере покажу, как я рисую вафельные схемы. Итак, начнем с классики. Но прежде чем рисовать, нам нужно с вами сделать из вот этой вот таблицы, где каждая ячейка представляет из себя прямоугольник, нам нужно сделать каждую ячейку в виде квадрата. Как это делать? Очень просто. Я вот так вот выделяю несколько столбцов мышкой, нажимаю правой кнопкой, выбираю «Изменить размер столбцов» и набираю здесь 16. Теперь в выделенной области у меня все равно они остались клетки прямоугольными, но сейчас я их исправлю и доведу до квадрата. Для этого я выделяю несколько строк, также правой кнопкой мыши нажимаю, выбираю «Изменить размер строк» и здесь тоже пишу 16. Теперь они у меня квадратные. Осталось только увеличить мое поле для рисования, потому что вот этого фрагмента мне будет мало, поэтому я выделяю вот эти столбцы, нажимаю опять правой кнопкой мыши и вставляю справа столько же. Таким образом поле для рисования у меня расширяется и по горизонтали, и сейчас я аналогичным образом расширю его по вертикали, вставляя строчки вниз. Вот теперь гораздо лучше. У меня поле получилось, состоящее из квадратиков. Дальше вот здесь есть такое значение «Масштаб». Оно здесь у меня стоит 75. Обычно я рисую при 50. Видите, клеточки совсем маленькие, просто чтобы поле для рисования было больше. Но сейчас, чтобы хорошо было нам с вами видно, я поставлю 75. Можно и крупнее. Дальше, собственно, остался последний инструмент, который нам нужно сейчас с вами изучить. Это заливка цвета, потому что нам нужны цветные квадратики. Вот у меня выделен один квадрат. Я нажимаю вот на эту кнопку «Цвет заливки». Ну и выбираю какой-то цвет, которым я буду рисовать. Пусть будет зеленый. Все, дальше мышка мне не нужна. Я буду оперировать только кнопками клавиатуры. Ctrl-C и Ctrl-V. То есть я буду копировать элементы и потом их множить. Ну, давайте рассмотрим сначала прямую мозаику, схемы для прямой мозаики, которые я здесь рисую. Обычно это, например, повторяющиеся какие-то схемы или эскизы для пледов, допустим. Ну, давайте посмотрим какой-нибудь самый простой элемент. Вот я нажимаю Ctrl-C. Я скопировала вот этот пиксель мой один. Ну и, например, давайте мы нарисуем простой вам всем, конечно, знакомый бордюр. То есть я просто скопировала одну клетку, вот ее вставляю через Ctrl-V. Конечно, понятно, что здесь есть повторяющийся рапорт. Можно дальше с помощью кнопки Shift выделить какой-то элемент, например, весь. И встать потом на начало этого же рапорта и нажать Ctrl-V. и уже гораздо быстрее и проще размножить этот бордюр. Так, сейчас мы его сделаем симметричным. Так, вот, например, наш бордюр готов. Или если мне нужны какие-то более масштабные элементы, в которых тоже есть повторяющиеся отрезки, конечно, я тоже их копирую большими какими-то группами. Ну, например, давайте какой-нибудь возьмем. Так. Как вы помните, в мозаичном вязании важно, чтобы вертикальные полоски были 3 клетки, 5 клеток, 7 клеток вниз, просто чтобы вы могли потом при вязании их опустить. То есть вот эта вот высота, да, вот, 3 клетки, чтобы вы потом могли этот столбик с накидом опустить в нужное место. Так, ну вот, например, классический, опять же, знакомый вам орнамент. Сейчас мы здесь еще тоже дорисуем. Ctrl-C, Ctrl-V, как и обещано. Тут, в общем, ничего сложного. Так, сейчас мы опять же вот скопируем наш рапорт и попробуем его дальше размножить. Так, скопировали. Соответственно, мы должны теперь его вставить вот сюда. Все вставили. Так, здесь ставим недостающие клетки. И вот у нас наш рисунок готов. Здесь же, поскольку уже разлиновано пространство, очень удобно можно сразу нумеровать ряды и вертикальные, и горизонтальные. Вот, чтобы было видно, да, сколько петель рапорт, например, составляет. Здесь я пользуюсь небольшим послаблением. Все-таки не вручную нумерую сама эти клетки. Вот я поставила 1. Дальше я встала на следующую клетку, написала здесь равно, перешла на предыдущую клетку, плюс 1. То есть это простейшая формула, чтобы он каждую следующую клетку сам приплюсовывал. Вот. Вот он сам пронумеровал. То же самое по вертикали. Равно. Встали на предыдущую клетку, плюс 1. И опять потянули, потом вот так вот. И он сам пронумеровал. Опять же, расставлять крестики тоже дедовским способом. Встала, выбрала на клавиатуре крестик. Вот так вот. Вот он маленький у меня. Вот большой крестик. Дальше скопировала эту клетку и в нужных местах ее вставляю. Там, где у меня опускается на три клетки вниз, там вставляю. Вот. Да? То же самое с остальными. Опять скопировала. Вставляю. Вставляю. Если мне нужно переместить весь мой рисунок, выделяю его, нажимаю Ctrl-X, это вырезать. Вот перемещаю, Ctrl-V вставляю. Вот. Здесь у меня лист, да, то есть может быть на листе несколько разных рисунков, может быть один, как, в общем, мне захочется. Опять же, удобно. Хочется немножко подвинуть, размножить или взять только один элемент. Вот я беру, например, один элемент, копирую и хочу посмотреть, как он будет вниз дальше смотреться, если его просто вот так вот соединить. Вот я скопировала, посмотрела. Здесь можно его доработать. И вот уже другой рисунок получается совсем. Вот такой вот, да, крестики-нолики. Так, давайте теперь я покажу, как я работаю со схемами из центра. Сейчас мы вот это вот уберем. Чтобы стереть, я опять же цвет заливка выбираю белый просто. Все, больше ничего нет. Если я рисую схему для вязания из центра, то я сразу определяюсь, где у меня будет центральная точка. Дальше от этой центральной точки я провожу вот такие вот диагональные линии, которые, собственно, являются теми воздушными петлями, которые мы с вами в квадратах вяжем. На углах. Я обычно для центровой мозаики рисую только один сектор. Но если хочется посмотреть, как рисунок будет смотреться целиком во всем квадрате, то, конечно, надо будет тогда симметрично рисовать и другие сектора тоже. Вот. Дальше здесь могут быть варианты. То есть обычно я пробую как-нибудь там. Рисую сначала какой-то элемент. Смотрю, как он. Выглядит. Конечно, посмотреть лучше в полной картине, как выглядит элемент. То есть нарисовать все четыре сектора. Вот такой квадрат у нас, по-моему, с вами был как раз. Это расходящиеся из центра вот такие вот пирамиды. Очень просто, но на нем как раз очень легко потренироваться, как раз рисовать схемы. Вот. Вот мы рисуем такой узор. Здесь же опять расставляем потом крестики. Да, в нужных местах. Помните, что с центровыми схемами нужно обязательно их провязывать, потому что не так однозначно здесь углы могут быть. Во-первых, рисунок может сложиться не так, как вы видите это на рисунке, на схеме. То есть надо это прямо... То есть все центровые схемы я вяжу и смотрю, как они соответствуют нарисованному мне рисунку. То есть есть ли куда здесь опускать столбик, нет ли и так далее. В зависимости от этого корректирую. Но для эскиза сначала рисую вот что-то похожее и дальше уже смотрю. Нумерую ряды и смотрю, соответствуют ли мои ряды тому, что получается уже при вязании. Вот так вот это выглядит. Так, ну и вафельная мозаика. Значит, здесь тоже стоит оговориться, потому что я использую вафельную мозаику для рисунков, которые мне хочется связать в мозаичном вязании, но они у меня не получаются, потому что я придерживаюсь классической мозаики. Классическая мозаика, в ней не должно быть повторяющихся, рядом находящихся столбиков с накидом. Что значит не должно быть? Просто, то есть они могут быть, но просто мне так не очень нравится. Мне не нравится вот эта зашивная мозаика, когда там много так вот подряд столбиков с накидом, создающих фон такой цветовой. Мне не очень нравится, как утолщается полотно, и мне в этом случае проще жаккардом вязать. Но рисунки, которые существуют в огромном количестве, которые как бы не подходят для классической мозаики, все равно ей доступны, если использовать вафельную мозаику. Сейчас я вам покажу на практике, что это значит. Сейчас мы с вами вот здесь нарисуем. Вот вы справа здесь видите такой рисунок. Это классическая вышивка, вот такой вот цветок. Если приглядеться, то эта вышивка крестом, соответственно, каждый пиксель в ней – это вот такой вот квадратик. Мы с вами будем считать, что один такой квадратик на вышивке – это… Сейчас я вам покажу, что. Какой бы цвет выбрать? Вот такой. Мы будем считать, что один квадратик на вышивке равен не одному квадрату вот такому, а квадрату 3 на 3. Я его нарисовала, я его сразу сейчас скопирую, и вот используя его, я и буду переносить вышивку вот отсюда в мозаичную схему вот сюда. Вот здесь, допустим, мы с вами сейчас нарисовали вот этот центральный квадрат. Теперь давайте просто посмотрим, что будет, если мы будем с помощью этих вот наших вафельных квадратиков рисовать эту схему для вышивки. То есть я просто скопировала один такой квадрат, и вот его множу, смотрю на рисунок и повторяю вот из таких вот больших квадратов. Что нужно понимать? Конечно, вафельная мозаика, она сильно увеличивает масштаб рисунка. Это ее и плюс, и минус. В каком смысле плюс? В том смысле, что вы делаете рисунок крупнее, и, например, для пледов это играет вам на руку. Рисунок не рябит, он получается крупным, он хорошо виден, и все с ним хорошо. Чем это плохо? Тем, что, например, вы бы хотели, например, связать таким узором подушку, а у вас получится полотно метр на метр. Ну, такая себе подушка, прямо скажем. То есть, конечно, вафельная мозаика больше подходит для таких масштабных проектов. Впрочем, можно взять небольшой, там, какой-нибудь мелкий рисунок, и когда вы переделаете его в вафлю, у вас получится он подходящий как раз для подушки. Как видите, очень просто, как я вам и обещала. То есть, я вот просто беру, и там 5 клеток, и у меня 5 клеток. Только там это 5 клеток именно, а у меня это 5 таких вот больших квадратов. Вот я рисую каждый стебель. Так, здесь мне нужно сейчас секундочку изменить еще размер строк, а то вот так вот. Так, на чем мы тут остановились? Раз, два, три. Тут, конечно, главное не обсчитаться. Так, вот у нас нижний получился. По-моему, он не очень симметричный. Надо посчитать количество. Нет, вроде симметричный. Так, вафельные схемы, конечно, еще очень удобны. И в рисовании, и в вязке, потому что очень хорошо все видно по полотну, и вы сможете без проблем вязать. Так. Кажется, вот так. Так, и осталось у нас... Нет, что-то все-таки здесь у нас не очень симметрично, да? Вот эту вот часть, вот эту часть надо просто проверить. Вот эту вот. Сейчас время не будем тратить, но просто надо посчитать. Возможно, тут одного квадратика не хватает просто. Но смысл, я надеюсь, саму тактику поведения вы поняли. Сейчас еще раз вот это нарисуем. Так, три, четыре, пять. Три, четыре, пять. Будьте аккуратны, потому что это очень затягивает. И действительно, в какой-то момент вы все поймаете на том, что ой, и вязать-то уже ничего не надо. Зачем? Когда так прекрасно можно все порисовать. Очень расслабляет такое медитативное занятие. Я очень люблю. Вот. Но помните, что все-таки вы делаете это для того, чтобы вязать. Так. Вот здесь немножечко, да? Мы сейчас подправим с вами. Так, так, так. И вот так. Вот теперь похоже на правду. Вот смотрите. Вот такой у нас получился цветок. Значит, как мы можем заметить, вот здесь на вышивке есть между лепестками вот эти пробелы. У нас их нет, просто потому что, ну, это увеличенный масштаб. Можно, например, сделать поизящней. Вот так вот посмотреть, как будет выглядеть, да? Я так часто делаю. То есть я сначала переношу вышивку в мозаику, а потом смотрю, что где можно интересного сделать. Может быть, сгладить где-то. Сейчас я копирую белые клетки. Убираю те углы, которые мне кажется не нужны. И тот угол убрала. И смотрю, как это выглядит, например. Вот так мне нравится больше, как выглядит. Так. То есть удобно, очень можно там дорабатывать, додумывать. И это, конечно, очень хорошо, потому что в процессе такого додумывания вы какую-то конструируете уже собственную модель. Может быть, здесь как-то можно что-то интересное придумать, да? Вот, например, вот такой делать элемент. Тоже может быть красиво. Но, в общем, здесь уже все зависит от вашей фантазии и от свободного времени. Иногда вот после такого придумывания я смотрю и уже не узнаю исходный вариант. И не всегда это хорошо, честно говоря. Иногда я все это возвращаю обратно. Вот видите, сейчас уже пошел. Ну, я люблю такое. То есть я люблю правильную геометрию. Я люблю какие-нибудь расходящиеся линии. Сейчас это уже все меньше похоже на цветок, а уже больше на какие-то оптические иллюзии. Но тоже неплохо. Дальше надо не забыть вот эти оставшиеся промежутки. Вот эти вот, да? Тоже заполнить такими вот точками. Это как бы такой фон в мозаичном вафельном вязании. Нужен же фон. Вот, соответственно, фон этот образуется вот такими вот пиксельными точками. Не могу сказать, что мне очень нравится этот именно рисунок, честно говоря. Но я хотела вам продемонстрировать сам процесс. Вы же хотели посмотреть, как я это делаю. Вот я вот так это делаю буквально. Так, то есть вот, допустим, мы нарисовали сам наш элемент. Давайте попробуем теперь его размножить. Сейчас мы его, во-первых, двинем вот сюда. Допустим, мы поставим его рядышком. Так, получается какая-то такая штука. А если нам его поставить поближе, то вот так. Хорошо, допустим. А теперь мы размножим его вниз. И получим вот такую вот штуку. Интересно. Так, здесь у нас, наверное, высота строчки уже не та опять. Так, а теперь, например, мы еще его направо немножко размножим. Чем больше у вас экран, конечно, тем лучше будет видно. Так, сейчас мы уменьшим масштаб до 50. Так, здесь у нас опять же столбцы. Так, давайте посмотрим, как это выглядит у нас. Еще вариант посмотреть как бы сверху на рисунок, это попробовать здесь нажать файл, скачать формат PDF. Вот. Вот так можно еще посмотреть. Он как бы еще повыше показывает. И можно увидеть, насколько вас устраивает то, что получается. Меня не очень устраивает то, что получается. Я бы здесь, конечно, что-то поменяла. Может, убрала бы эти свои линии центровые. Сам цветок, может быть, дополнила какими-то здесь элементами. Но сам факт, я надеюсь... Нажмем сейчас отмена. Сам процесс, надеюсь, вам понятен. То есть рисуем какой-то элемент. Дальше можем размножать его здесь удобно и по горизонтали, и по вертикали. Дальше можно дорабатывать. Часто я дорабатываю в процессе. То есть когда я его размножила уже, я смотрю, где что можно доделать, переделать, переработать и так далее. Вот так все это выглядит. Повторю, что вы можете вот таким вафельным способом переделывать любую схему вязания, вышивки крестом или филейную. И в целом жаккардовую тоже. Вот тот вот цветок, который мы делали с вами завитками с листьями, это была жаккардовая схема. Просто я ее приложила вот так вот в вафельный вид. Надеюсь, вам это пригодится. Если вы попробуете открыть Excel и попробуете вот так порисовать, я думаю, что вас затянет. По крайней мере, базовые навыки я вам дала. А дальше попробуйте, посмотрите, покликайте, покопируйте. И, может быть, вас настолько засосет, что и вы теперь будете рисовать очень много разных красивых схем для себя, и для нас, и для всех. Спасибо, что посмотрели. Если у вас будут вопросы, пишите. Как обычно, рады любым вашим комментариям. Пользуйтесь на здоровье, вяжитесь с удовольствием, будьте здоровы. Спасибо, пока.